Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». В гостях у нас актриса, которой не везло с мужьями, зато с ролями везло – Марина Яковлева. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Евгений. Знаете, я хотел узнать, вы знакомы со своими коллегами, которые ваши однофамилицы, актрисы Яковлевы? Да, конечно, конечно, знакомы. То есть у вас клуб Яковлева? Ну, не клуб, да, но я думаю, что какой-то... Была даже передача, Виктор Мережко собрал в 90-е годы. У него было мое кино, у меня даже еще осталась кружечка такая с его фотографией, мое кино и моя фотография, так они такие дарили в конце передачи. И вот пригласили Юрия Яковлева, и были мы... Была Елена Яковлева, Алена Яковлева и я, а Александра не было. Она тогда ушла уже из кино, и ее, так сказать, она не согласилась, ну, уже считала себя не актрисой, и, в общем, она возглавляла то ли аэропорт, то ли вокзал, в общем, то ли в Калининграде что-то там было. В общем, мы были... Вот такая передача была, представил Виктор Иванович. Значит, одна была внебрачная дочь, одна была приемная дочь и родная дочь. Алена тогда была в театре очень много занята, но и она не снималась, и она говорит, ой, ну что же мне, вот уже все-то не снимать. Я говорю, вот у меня рука легкая, Алиса Фрейнлих после 40, как только начала сниматься, все будет хорошо. И у нее как пошло... Ну, не то что, но рука у меня, правда, легкая. В общем, у нее все хорошо, Аленочка тоже... В общем, мы знакомы, конечно. И она тоже много снимается, и... Ну, не сказать, что такая дружба там у нас нет. Ну, какой-то конкуренции. У каждого своя ниша, кто... Все разные, все... У каждого свои роли какие-то, поэтому... Ну, видимо, это такая сильная фамилия, потому что я посмотрела иногда, смотрю такой есть там сайт театральный, и там есть много Ивановых. Много Петровых. Ну, Петров один. У нас много... Мало выбивается. А это какая-то, видимо, Яковлевая. Такая мощная фамилия, видимо. Потому что Яковлевых много, но и вот... Александра, кстати, Яковлеву 1 апреля умерла. Да, совершенно. А для вас 1 апреля – это ведь день рождения. Как у вас вообще с этим днем? Это же день розыгрыша, вас как-то это достает? День смеха, день... Ну, я не знаю, я родом из Сибири, родилась в зиме весной 1 апреля. А полгода прожили в зиме, потом уехали там по Иркутской области. Но 1 апреля... Как-то раньше так меньше, чтобы там розыгрыша... Хотя был день там, кто-то говорил, день дурака, день смеха. А я вот понимаю, что день юмора, весна, апрель, капель. Вот какое-то что-то такое радостное, звонкое. И скажешь, когда день рождения, 1 апреля, и все улыбается. Да, естественно, конечно. И это уже какое-то... Ты обязан дарить хорошее настроение. Поэтому оно обязывает этот день рождения. Потому что сестра у меня родилась 12 июня, брат родился 7 января, мама 19 января родилась в крещение, брат в Рождество. А я вот 1 апреля. Вот такие у нас всегда... День дурака, день смеха, день юмора. Ну, я люблю свой день рождения, мне нравится, что я родилась 1 апреля. Я так понимаю, что вы в зиме так и не были ни разу, там, где вы родились. Я... Да, до 17-го года я не была там ни разу. Я... Мне было полгода, я ничего не помню. Единственное, когда я была студенткой, снималась... Меня пригласили в фильм «Взлет» от Суалковского, где главную роль играл Евгений Евтушенко. И меня подвели к нему. Он такой великий. Евтушенко. Это что-то такое недосягаемое. Он играл учителя физики, а я была... У меня был такой эпизодик. Студентка Танюша, которой он ставит двойку, потому что она ничего не понимает физики. И он вместо двойки ставит... Ну ладно, здесь три. Ладно. Ну что с ней взять? Она плачет. Я сделаю что-то. Такой эпизодик был. И вот меня подвели познакомить. Евгений Александрович, познакомьтесь. Это вот она, ваша землячка, родилась в зиме. И он так, ну, познакомился. У меня даже автограф где-то есть его. Очень приятно. Вот. Ну и как-то вот я в зиме не была. А потом мы в семнадцатом году поехали на гастроли со спектаклем. И был спектакль рядом, в Саиногорске, рядом с зимой. Там где-то несколько километров. И остановились на станции зима. Ехали на поезде. И у меня что-то такое волнение вдруг. Мне так волнительно было, что это та станция. Это родная. Вот что-то такое родное. У меня в общем волновалось. Вышло все. Я говорю, идите. Я сейчас сделала фотографии. Вошла на вокзал. И там сидит кассирша такая, как из детства. Тихо кассирша ответит. Билетов нет. И она так сидит, смотрит. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Это зима. Я родилась здесь. Я говорю, я знаю. А мы вас тоже помним. Посмотрите. И показала там такая витрина стоит. Знаменитые земляки, которые жили или родились на станции зима жили. И Евгений Евтушенко, оперный певец. Там еще кто-то музыкального театра, артист какой-то. И моя фотография. И мне так слеза прошибла. Родина знает. Родина помнит. Своих героев. Да, да. Вот такая там есть витрина на вокзале. Так что свидание с зимой состоялось. Там много старинных домов. Какая-то там водонапорная башня. И кирпичный старый такой городок. Вы, кстати, сказали, что играли в этом фильме студентку, которая с физикой не очень. Я так понимаю, что это у вас самая нелюбимая дисциплина была и в школе. Откуда вы знаете? Ну как работа такая? Вы знаете, я была такая, ну, правильная девочка, отличница. Такая вся выскочка, такая 1 апреля. Овин, это такой знак. Напористый. Напористый. Энергия, позитив. Все. Все знаю. Я такая, все, все. Но физика, вот что-то, вот что-то вот физика, вот что-то я не понимала. Ну, четверка, пятерка была, все равно пятерка, но с трудом. Ну и лишнюю какую-нибудь запятую по-русскому иногда ставили. Вот поэтому там 2-3 четверки затесалось. Вот, а так, в общем, была такая, вот с физикой, да, да. Не понимала, что. Не ладьешь, потому что с математикой нормально, да? Математику просто отлично. Геометрия, математика, я какая, химия, легко давалась очень. Я как, решала как орешки. Вы сказали, когда в зиме сделали снимки, это для соцсетей вы делали или для себя? Нет, я тогда не была еще в соцсетях для себя, потому что просто это, ну, родные места. Не для соцсетей не было у меня тогда, я не была в соцсетях. Сейчас ты есть. Сейчас есть, но тоже как-то вот сейчас запретили. Меня затащили туда буквально насильно, потому что я нигде не была. И просто, ну, ради эксперимента. Вы запретили только Инстаграм и Фейсбук. Ну, я была только в Инстаграме и так вела себя. Вела этот, как дневник такой, дневник, как Тарисы. Там я не все писала, про личную жизнь ничего не писала. Но если писали, то сами? Сама, все сама, фотографировала. Конечно, по 2 часа там каждый пост занимал, много времени. Но какая-то как стенгазета такая, как я, Глава Ильич, любила. Там была на факультете по журналистике. Хотя, думаю, с какой стати. Просто ходила, потому что у нас педагог была прекрасная, Мария Викторовна Полохина. Она так здорово читала. Она так здорово в ролях преподавала литературу. Так как она образно это все читала за этих персонажей. И вот она вела факультет по журналистике. Но я никакая там не журналист, но записалась, просто ходила. И вот от факультет по журналистике меня наградили путевкой от города Шелихов, в котором я тогда проживала, в Пензу на Всероссийские и Лермонтовские чтения. Но это просто такие вехи к профессии. И там как-то меня заметили, стали сказать, что надо снимать на телевидении. А я так, да нет, нет, скромно. А Мария Викторовна, как это, тебя заметили, давай, в общем, куда-то стало. Как-то меня так подталкивало. Потому что я была очень стеснительная. Просто краснела, бледнела, волновалась. Вот краснела, вот прям, ну вот как вот эта штора. Странный выбор профессии. Да, на сопротивление, да. Вот еще в 5 лет мне собака укусила, я немножко заикалась. Ну, потом прошло все. Прошло вы занимались? Нет, нет, ну, со временем прошло. Заиканий не стало. Ну, так чуть-чуть, как у Алисы Фрейдлих. Понятно. Вы упомянули брата и сестру. Чем они занимаются сейчас? Сестра закончила Новосибирский электротехнический институт. Там она посещала своего мужа. И у них прекрасная семья. Они жили в Новосибирске, теперь в Краснодаре. И она по своей профессии, по-моему, мало работала. Ну, потом у нее и патентовед, у нее много разных профессий. Ну, сейчас она уже так, на пенсии. Ну, какая-то вот такая идеал семьи. Вот муж, который ее до сих пор боготворит. И она, и такая любовь. Вот двое прекрасных детей. Семеро внуков. Семеро внуков, да. Такие вот счастливые бабушка с дедушкой. В общем, хорошая такая семья. Брат тоже все нормально. Он живет в той же квартире в Шелихове, где вот я провела свои школьные годы. Он тоже женат. Он хотел быть артистом. Но мама посмотрела на нашу жизнь эту актерскую. И категорически ему запретила поступать в театральный институт. Поэтому он сказал, иди на водителя учись. После армии он пришел. И как-то так вот он все не стал как-то так учиться. Потом сейчас работает на Иркас, Иркутский алюминиевый завод. Ну, это такое хорошее предприятие. Ну, алюминий и все. Как они реагируют на вашу карьеру? После выхода каждого фильма есть звонки, какие-то обсуждения? Ну, как уже сейчас, поскольку мама жила со мной 29 лет, поэтому уже как должное, конечно. Раньше они с мамой ходили, брат с мамой ходили, смотрели. Смотрели фильмы. Мама плакала, она далеко, за 5000 километров. Вроде бы как со мной пообщалась вживую. В общем, гордилась. Конечно, ну, все смотрели. Раньше фильм выходил, все страна смотрела. И на другой день ты уже известный, тебя узнают. Вот. И это долгое время продолжалось. Ну, и сейчас продолжается, потому что, ну, какие-то периодически выходят картины. И, а сестра тоже там иногда звонит, какие-то, говорит, вот мы смотрели там московскую сагу, как ты там похожа там на маму, там или еще какая-то роль там, она, ой, как ты там, здорово. Ну, так, чтобы после каждой роли, нет. Нет. Ну, может, брат, наверное, хотел даже какая-то, может быть, ну, не ревность, не знаю, не ревность, но как-то он же хотел быть артистом. Ну, вот чего-то у него не получилось. Не прошел он тогда, не прошел и не поступил. И, мать, слава богу, не надо тебе артистом, и все. Мне, кстати, очень удивило, когда вы беседовали с вашей коллегой, с Юлией Владимировной Меньшовой. Да. Вы рассказывали, что как раз мама вас не отпускала в профессию, и вот говорила, что там вот все актрисы должны мутить с режиссерами. Да. А я думал, что это только последних дней вот это вот, последних лет моды обсуждать, что в советское время никому в голову это не приходило. Оказывается, эта тема всегда обсуждалась. Да, удивительно, в Иркутской области, но почему-то там надо романы с режиссерами. Говорилось про это, но как-то, ну, я была настолько вот какая-то идейная, что ли. Да нет, у меня не будет этого. Можно без этого. А я вот, у меня не будет ради карьеры никаких романов с режиссерами. Вот не будет. Вот ради роли, чтобы специально, вот ради карьеры, я допускаю, что можно влюбиться, полюбить. Это разные вещи. Это любовь, это ты этого человека ждал всю жизнь, это твоя судьба, наверное. Вот, наверное, так. Но чтобы специально ради роли или там как-то... Ну, мне казалось, что, ну, говорят, но и не обязательно. Нет, такого прямо стопроцентного не было. Ну, просто почему-то говорили там, ну, да, романы, ну, вот говорилось это на эту тему, да. Продолжая тему фамилии. Вы в некоторых фильмах, в титрах фигурировали, как Яковлева, Лефис, Ростоцкая, да. В одной картине, по-моему. Только в одной, да? В обрыве. Или, может быть, еще, я не помню, может быть, поначалу надо посмотреть. А, по-моему, в одной картине. Просто так получилось, что мы подали заявление и написали оставаться при своих фамилиях. Как-то, ну, как-то я уже в десяти картинах снялась. И чего мне менять фамилию, потому что я уже... Ну, фамилия-то какая? Да, да, да. Ну, Ростоцкая. Ну, Ростоцкая, нет, мне не надо. Я сама, вот это мне не надо было. Фамилия, примазаться к фамилии нет. Любовь, да. А вот чтобы фамилии мне нет, оставаться при своих фамилиях мы написали. А в ЗАГСе, почему-то, когда мы пришли, и даже как-то расстроились, что, ну, мы же написали, что Яковлева, я Яковлева, у меня уже, я снялась в десяти картинах, в главных ролях, уже в титрах выходила Яковлева. Чего мне менять-то, зачем? Я и писала потом Яковлева все время. А здесь как-то по паспорту написали сами, а не написали Ростоцкая. Было, было, было. И потом я, когда после развода, мы там, конечно, с ними недолго прожили, ну, три года, вот, я поменяла тут же, конечно, на фамилию Яковлева, поэтому, может быть, там в паре картины есть, наверное. Просто не уследила, не проследила, не написала, а людям, ну, как-то, как, по паспорту же надо писать. Да. Вот. Ну, удивительно, что ваша свекровь тоже не взяла фамилию вашего свекра, она не стала Ростоцкой. Да. И вот в этих соображениях мы тоже говорили с Андрюшей, что, ну, зачем нам? Тем более я уже наснималась под Яковлевой, под фамилией, нет, нет, мне не надо. Я даже в мыслях не была, чтобы воспользоваться фамилией Ростоцкой. А сейчас думаю, какая красивая Марина Ростоцкая. Красиво звучит. И уже ни с кем не перепутали. Да, 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 ни с кем бы не перепутали, кстати. Да. Ну, это было бы как-то нечестно, я же честный человек, я же, я же ради, мне любовь важна, а не какие-то корыстные. Поэтому вот пришлось расстаться, даже мыслей их не было оставить. Второй супруг у вас тоже именитый очень актер, и я, честно говоря, удивился, что вы сыновьям фамилию дали мужа, при том, что, как я понимаю, не участвовал никак в воспитании мальчиков. Да. Почему так? Чем руководствовались? Ну да, это какая, такая, ну, как-то странная такая история, как-то, ну, все равно, это, как сказать, дети, все равно хоть как-то дети-то, ну, я и ладно, ну, можно и со мной не общаться, они же просто, ну, такой вот, такая месть. Ах ты, не сгнигинула, не сдохла, не загнулась, ну, я не знаю, это я так утрирую, грубо говоря, конечно. Не знаю, не могу объяснить, просто, ну, вот так, двое детей в перестройку, очень трудно как-то вот все это, мы с мамой тут выживали, но как-то выжили, в общем, ничего. Фамилия их осталась, я тоже хотела, думаю, поменять, какие-то были отчаянные моменты, когда было какое-то, ну, совсем было безденежное, а все говорят, да подай ты на, в суд на него, вот ты же знаешь, он там снимается, там, там, звучание у него уже полно, а он прям как скрывался, там, все было. То есть элементов не было вообще? Нет, были из театра, официально, они были две копейки, ну, там две копейки, а в театре там, ну, просто было какие-то маленькие зарплаты, а было еще подспудно, а потом, когда ребенку исполнилось 20 год, он вдруг обнародовал этот огромный список своих ролей, которые он озвучивал там, ну, за кадром, ну, как-то это нечестно было, мне казалось, ну, бог с ним, это бог ему, судья, то есть не помогал, нет. При этом, я так понимаю, что именно он имена дал, и Ивану, и Федору это... Да, это он настоял, хотя имя Федор, ну, у меня дедушка Федор, ну, как-то мне, не знаю, Федор... И у вас отчим Иван? Да, отчим Иван, но Ваню, вот, я согласилась, потому что дядя Ваня, он, ну, вот, если бы дядя Ваня не был, у меня бы какой-то вот куска, вот, какой-то тепла, любви, потому что в Сибири, в Сибири все-таки суровая, суровая жизнь, и люди такие суровые, они не открыты, чтобы, там, ну, 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 ты моя девочка, Ультимая, в Чехию мы, по-моему, приехали на фестиваль, и там дочка, продюсер говорит, мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя Все, это, это, это строго было. Вот. И дядя Ваня, он как раз мы, мама развелась с папой, мне было 5 лет, по-моему, на год мы уехали к бабушке на Байкал, в Сибирь, суровое время, как раз 60-е годы, как раз как раз Хрущев, хлеба нет, чуть ли не по карточкам, но, в общем, какие-то очереди за хлебом стояли, все очень, нет продуктов, какая-то звучит кукуруза, что-то все время, в общем, хрущевское время, какое-то было голодное, вот, в Сибири. И вдруг мы нас отправили к бабушке в Сибирь на год, но за это время мама приехала из Нижнеудинска в Шелихов, там встретила дядю Ваню, и приехала уже такая красивая, молодая, он был молодежи на 10 лет, вот, и так вот был влюблен ее, любил маму, ну, и принял нас, хотя сестра, конечно, помнила отца, она просто не приняла его, но, тем не менее, он нас учил, растил, а ко мне очень добр был, и мы с ним ходили в кино, он мне читал «Приключения Незнайки», я до сих пор помню эту книжку красную, и ходили в кино на сеансы с 10 утра, потом еще на 12 часов, по нескольку раз, там, я помню, «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-ра-ра-ра-ра», «Неуловимые мстители», вот по нескольку раз смотрели «Крепкий орешек», «Фантомас», и вот все это вот с дядей Ваней, может быть, это на подкорках, вот эта зрелищность, может быть, и тогда зародилась, вот в эти, в 6-7 лет, как раз, когда выходили. «Кинематограф?» Да, наверное, но оно до синего класса дремало где-то там, еще и даже в мыслях не было, вот, и дядя Ваня возил в поликлинику, там, какие-то анализы сдавать, или мама там что-то там могла наругать меня, там, шлепнуть, он меня защищал, погладил, ну, не надо, там, ее на коленках мне гладил по головке, ну, вот, обязательно должен быть, если кнут, то пряник обязательно, вот дядя Ваня был таким вот пряником, таким добрым, хорошим человеком, поэтому, конечно, сын Вани, это, ну, в честь него. Мальчики в каком возрасте, в каком классе поняли, что мама звезда? Или в этот момент никак не отложился? Ну, они, я помню, как они удивились, когда пришли в театр, в театр была премьера, по-моему, в ассамблее, или какой-то, в общем, спектакль был, в ассамблее, они пришли, и впервые увидели меня в театре. На сцене. На сцене. Ну, кто говорит, на театре, в театре. И они какими-то несколько неделью смотрели на меня какими-то другими глазами. Хотя они видели фильмы, сказки, ну, выходили картины, знали, что я мама известная, даже я боялась приходить в школу на собрание родительское, потому что я приходила, а я любила одеваться, модно, в каком-то, пришла в пальто с бархатным воротником, в бархатной шляпе, ну, такая вся, такая модная, красивая, сидела на задней парте, и все вот так вот оглядывались, собрание не состоялось. Было сорвано, да. Было сорвано, потому что все смотрели назад, и я думала, нет, больше не буду приходить, потому что все не объективно, все как-то неправильно, и потом мама, бабушка все ходила на эти собрания. Поэтому дети удивились, я увидела их, как они посмотрели на меня какими-то вот такими другими глазами после этого спектакля, ассамблея. А сыновья вообще обсуждают с вами вашу работу, что-нибудь, ну, им что-то нравится, может быть, что-то не нравится, или это их не интересует? Нет, это как, само собой, как данность такая, нет, они не обсуждают, нет. Мы как-то, помню, с мамой подсели, я сериалы особо не любитель, а потом был такой сериал «Маруся», вот, и он, ну, почему-то потом у нас не вышло, 260 серий, он замечательный, он где-то прошел Казахстан, там, Белоруссия, в общем, где-то в Америке шел, в общем, а у нас, ну, что-то там не сговорились, видимо, с прокатом, вот, где-то лежит он еще, может быть, выйдет когда-нибудь, а может быть, и не знаю. Тетя этой «Маруси», которая, она и вырастила, у нее не было у этой «Маруси» детей, Полечка Долинская играла ее «Марусю», и мы как сели, я не знаю, какой вопрос на это отвечаю, но просто я, то, что захватила этот сериал, что мы не могли оторваться, когда следующая серия, мы ловили в интернете, и вот она вышла, и мы смотрели без конца, было очень интересно, то есть, вот эта реальность вторая, она как бы уже забыла, что там я снимаюсь, это вот мама, мама так воспринимала, а дети, ну, как-то, это как естественное что-то, так. У вас есть любимая роль ваша? Любимая роль? Ну, бывает, вот играешь, борешься за какую-то роль, отказываешься от других ролей, от массы, а как-то получается, что там то ли музыку не тут подложили, то ли какой-то монтаж не тот, то ли, ну, что-то там, и как-то так средне, а бывает какая-то, ну, какая-то история легкая, какая-то вроде бы повод для сценария, и вдруг фильм выстреливает, получается, и как надо же, поэтому не угадаешь, я у Татьяны Ивановны Пельцев спрашивала даже, с которой мы снимали сказки, после «Дожечка» в четверг, она играла «Бабу-ягу», я играла «Жар-птицу», и она, я говорю, «Татьяна Ивановна, мы с ней ехали от аэропорта вот в Ялту, у нее был такой чемоданчик, и она говорит, это мое вдохновение, там у нее все лежали какие-то, то ли чай там, какие-то у нее, в общем, какие-то, и такие личные вещи, вещества, да, вещи, и вот она возила с собой, вот, и за каждый эпизод дралась, ну, такие отступления, маленькая роль, и она говорит, а вы меня тут подснимите, я даже удивилась, потому что у меня было много главных ролей, думаю, господи, хоть бы тут, ладно, не снимать, слава богу, можно отдохнуть, а здесь, а она вот за каждый эпизодик вот роль выстраивала, так вот, вот, и я у нее спросила, Татьяна Ивановна, вы, как скажите, можно, вот предлагает масса сценариев, ну, вот как угадать, какая выстрелит роль, какая вот отклик в сердцах зрителей найдет, а какая нет. Она говорит, никогда нельзя угадать, сказала она, никогда невозможно предугадать, неизвестно, никогда не, всегда кот в мешке, всегда, всегда только вот жизнь показывает, и, и даже иногда какие-то десятилетия, даже можно не знать, что Тайна или картина будет жить долго, 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 я даже говорю не про себя, а про какие-то фильмы, которые были, ну, комедии, которые это были... Нет, оно интересно про вас. Про меня, да, комедии, которые, например, были раньше, там, операции, или это, немножко отступление, и вдруг они по первому каналу, всем каналам идут, Новый год, поднимают настроение, а были, ну, ну, картины, ну, ну, низкий жанр, комедия, все, понимаете, а живет долго вот это, это искусство, гайдай. У меня что, какие любимые, раньше мне казалось, цыганское счастье, Никоненко Сергей Петрович снимал, вот про деревню, вот я рассказала про бабушкину деревню, как про девочку эту, я выросла в городе, но приезжала в деревню, и когда в деревню приезжала, мне говорили городская, городская, все время городская, вот, но, а тут в деревню я играла, и мне интересно было играть эту роль, Лидия Николаевна Федосеевна Шукшиной, мы снимались, она маму играла, вот, вот это была любимая роль, потом еще какая-то, а потом жизнь показывала сказки, вдруг они так вот на века, как антиквариат не старятся, однажды 20 лет спустя вообще хотела отказаться от роли, но маленькая роль какая-то совсем, ну, поскольку это режиссер, которая впервые снялась, Юрий Павлович Егоров, он снимал «Ветер странствий», фильм по рассказам Пришина, и впервые пригласил меня, после первого курса, сниматься, это был самый первый режиссер, классик тоже был, он добровольцы, простая история, знаменитый наш режиссер, и вот он после вот этого вот «Ветер странствий» приглашает меня, а я уже наиграла много главных ролей, с его легкой руки пошло все, и снялась, предложили сниматься однажды 20 лет спустя, ну, роль, такая дочка, старшая дочка, ну, роли практически там нет, никакой, маленький эпизодик, я говорю, ну, чего мне, я же уже тут, ну, чего мне этот эпизод, зачем время отнимать все, ну, во-первых, Юрий Павлович Егоров, во-вторых, во-вторых, Наталья Гундарева, которую я обожала, просто я могла боготворить артистов, просто я заикалась при, настолько она мне нравилась, какая великая актриса, я восхищалась, смотрела, про все забывала, заглядывала, вот, и то, что, конечно, это Юрий Павлович Егоров, и еще Станислав Иосифович Ростоцкий, ну, чего тебе, ну, прими ты у хорошего режиссера, в хорошем материале участие, почему не принять? Это были золотые слова, потому что, действительно, фильмы живут долго, и любые эпизоды, любые маленькие роли, они долго у зрителей живут в памяти, и все смотрят и смотрят. Ну, любимые роли, ну, конечно, я люблю Агашу в московской саге, моя сейчас любимая роль, любовь не картошка, такой образ деревенской женщины, характерная такая роль, очень люблю. Ну, и какие-то еще там разные, разные роли, все роли как дети, даже я не могу особо выделить, хотя вот роль бандитки-воровки я выпросила себе, и фильм до сих пор идет, идет, и многие, мне нравится, что меня знают не по одной роли вот Чапаева, потому что это тяжелый крест для артиста, когда быть актером-заложником одной роли, и они ненавидят потом эту роль, и они, и трудно вырваться, и у меня вот как-то серия, то, то я в сказках наснималась, и все приглашают, ой, на фестивале, самая сказочная актриса нашего кино, представляют, или, ой, это заслуженная учительница киностудии Горького, потом военные картины, прямо у меня, я прямо отслужила в армии, наверное, три года, потому что я прожила в окопах этих, во всех, стреляла, снайперская винтовка лежала, все здоровье там угробило на этих снегах в Белоруссии, это вот военная тема, и снайперы, и Сашка, и здесь свой фронт, и диверсант, там какую-то вдовушку, вот сыграла, но вот разные картины, поэтому трудно, как сказать, а вот фильм «Наградить посмертно», который назвала, я выпросила эту роль, потому что, я все время, я сейчас так понимаю, оглядываясь назад, что это какая-то тактика и стратегия правильная у меня, потому что я была очень стеснительная, как я вам говорила, и я, если бы я попала в детский театр, я бы играла Золушек, я бы играла Димовочек, Снегурочек, и я бы из этого, если бы в детском театре играла, и все, я бы, я видела актрис, они в 40 лет уже потом не говорят таким голосом, а почему, а почему, а да, и я бы вот так вот, в 50 лет, я бы все вот так разговаривала, я бы не смогла сыграть полноценную женщину, какую-то, своего возраста, каких-то разных, и это бы все, я бы была заложником, этого молодого возраста, я наиграла с разных девочек в кино, и я выбирала, если я играю лирических ролей, которые мне предлагали косяками, может быть, я и ребенка с водой выбросила, играя эти роли, вот, лирические, но я бралась, вот я играла молодую героиню, там, влюбленную, серебряную ревью, тут же я берусь у Фрезы, маленькую роль, мама мальчика, там два слова, но я, это мама, уже причесочка другая, уже как-то повстарше, мама мальчика, потом, ну, учительница, тоже в пику школьницам, которые играла в цыганском счастье, там, одна, еще, там, другие картины были, там, где я играла учительница, ученица, ученица, школьница, вот, уже учительница как-то, уже посолиднее, поэтому я как-то выкарабкивалась, все время выкарабкивалась, и вот эту бандитку-воровку однажды 20 лет спустя, ой, тьфу, господи, наградить посмертно, уже совсем, и мне предложили очередную роль в этой картине, девушку в белом берете, какую-то из воспоминаний героя, там у него отшибла память на войне, и он не помнит ничего, ну, этот фильм часто показывается, зрители помнят, и такая зазноба, такая голубая героиня, от которых я просто отказывалась, много, много мне предлагали, я сыграла, но отказывалась, я говорю, ну, не могу я больше уже, не могу я этих голубых героиней играть, ну, да, лирических, ну, дайте мне хоть попробоваться, вот эту бандитку-воровку, они очень, режиссер очень удивился, Борис Григорьев, писала специально для Татьяны Догилю, которая уже, может, 51-я роль была в бандитке, ей это ничего нового, и мне казалось бы, даже штамп, я бы отказалась на ее месте, если бы в тот момент, потому что она там еще где-то сыграла, еще одна, еще, и вот такую вот, такую бандитку-воровку, ну, попробовали, и утвердили, но у этой роли тоже есть зритель свой, который до сих пор меня любит, он говорит, а я люблю вот тебя, а кто-то любит по роли Ходоськи, в сериале Виктора Турова, по классике, по белорусской мели же, люди на болоте, там, божечка не карай, там фраза такая, 7 ноября, помню, в болоте шла по пояс, в болоте лединки, пар изо рта, вот здоровье, где оставлялось все, вот я вас, слово вам не даю сказать, кстати, когда вот про болото, я вспомнил беседу недавнюю с Еленой Дропека, она же тонула, да, да, в болоте, она как раз после гибели Урбанского, и вот, ну, перешла в политику, то есть, условно говоря, она стала отстаивать интересы актеров, которые на съемках страдают, у вас вот помимо этого эпизода болотного, не было никаких накладок, условно говоря, каскадерского характера на съемках, то есть, вас... Ну, не каскадерского, было, было на съемках снайпера, мы играли, снайперш, с Верой Глаголевой, пол, и жили, и жили, вот, режиссер такой достоверный, болот Шамшеев, но он классик, он знаменитый режиссер киргизского кино, это просто «Белый пароход», он, ну, очень известный во всем мире режиссер, и он снимал, и... А у нас еще, мне параллельно, еще всегда много работы, всегда еще какие-то роли, куда-то надо ехать, там, «Жар-птицу» играть, тут надо в Белоруссии какую-то там, две роли, жену главного героя, дочку главного героя, в общем, еще какие-то роли, а здесь вот надо сидеть, и мы сидели, он нас не отпускал, и мы так уже там сопротивлялись, Вера, две детей, мне тоже надо на съемки, и вот мы сидели в Осиповичах, в военной часть, снимали, ночами бывало, и там ели кашу, ну, все, вот, ну, все, как, там, чуть не плацуют. Вживались в образ, да, да, вживались в образ, вот, таскали эти снайперские винтовки со снайперским прицелом, все, в общем, все как надо. А винтовки, я хочу уточнить, это реквизит или настоящий? Настоящий, он достоверный, он даже, даже у меня там получалось, что моя героиня дежурная по кухне, запивала такая, такая заводила, все поет, но она дежурная по кухне и идет с огромным термосом, двухведерным, или, может, трех, огромный такой, за спиной, вот этот огромный термос, хаки, и она, у нее еще снайперская винтовка, килограмм 15, не знаю, со снайперским прицелом, очень тяжелая, тут саперная лопатка, тут висит железная каска, ремень тяжеленный, сапоги настоящие тяжеленные, еще булка хлеба в руках, и она говорит, эх, махорочка, махорка, подружились мы с тобой, мы с тобой, мы готовы в бой, мы готовы в бой, и немецкий снайпер ей так, пух, и пробивает термос супом, и наливали кипяток, не знаю, по-моему, даже нет, даже борщ какой-то, или что-то, суп какой-то, наливали полную, но можно было побегать, снять с пустым, там, или хотя бы половину, нет, он был в два ведра этого супа, горячий, я таскала, я просто падала там все, и что-то говорю, я пожалуюсь, скажу, я в госкино, нет, он мне сказал, я в госкино, я пожалуюсь, говорю, я пожалуюсь, мы взаимы, ну шутка вроде бы так, но очень тяжело было, тяжелые были съемки, и Вера снимали ночью, мы вроде ползем там, ползем где-то ночью по окопам, и трассируют пули, 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 и свистят, и мы ползем там куда-то на задание, и Вера впереди, и стоит майор-афганец, я не знаю, в общем военный какой-то чин, и он стоит, стреляет из автомата, и летят эти пули, и он прям, у него вот течет, пот прям ручьями, я говорю, а что вы так волнуетесь, что вы, я говорю, это же трассирующие, эти как, холостые, ничего не холостые, настоящие, представляете, Вера ползет, а там миллиметр вправо, миллиметр вплево, ну мало не могла встать, понимаете, и вот так вот, вот мы снимались, я так, ничего себе, а ведь я так понимаю, что вы, кстати, говорили в одном интервью, что главное качество для людей, вашей профессии, это здоровье, потому что, если заболеешь, то заменить, неким, и вы никогда никого не меняли? Никогда не вводились вместо кого-либо? Где-то вводилась, в смысле, в театре, или в кино, то есть у вас не было таких эпизодов? Я вообще это, да, я не люблю, в театре меня уважали, что я никогда не иду на живого человека, то есть вот предлагают, на живого человека, это когда актриса играет роль, и она чем-то не угодила, там режиссер, или там она где-то еще занята, и дает мало времени, ну и как-то ее хотят заменить, вести тебе роль шикарная какая-нибудь, я говорю, нет, нет, я не буду, она играет, я не хочу идти на ее роль, и меня очень уважали за это в театре, потому что я не люблю это, и когда тоже предлагают какие-то, вот ввестись в какие-то роли, я всегда спрашиваю, а человек ушел точно, она не будет играть, или она не против, или уж если сама позвонила, попросила, тогда уже даже был один случай, у меня с Натальей Крачковской, где меня обманули, как сказать, сказали, что Наталья, помните, мы были на юбилее, вот так вот Наталья Леонидовна сказала, что Мариночка сыграет эту роль, она не может, там у нее что-то там, она занята, где-то в кино или в театре, в театре, и она занята, и она не может, я думаю, ну раз, я Наталье Леонидовне сказала, мы с ней где-то ездили, в поездках были, и очень она где-то откровенчила со мной, и такая вроде бы королева комедии, А у нее какие-то свои там переживания были, все, мы ехали в метро, там она делилась. И вдруг я думаю, ну, раз попросила, думаю, ну ладно, хотя я вводы терпеть не могу. Я так люблю медленно по крупичкам роль, медленно создавать что-то новое, лепить какие-то разные-разные, чтобы какое-то новое было. А здесь ввод, это значит, ты пропускаешь какой-то этот процесс весь и просто вылезаешь, грубо говоря, в рисунок и должен потом оправдать. И всегда первое время партнеры всегда в шоке, потому что ты-то не там сказал, не туда наступил. Поэтому я это ненавижу, не люблю. Но раз Наталья Леонидова попросила, как сказали, я учила, наступила на горло собственным принципом, выучила. Мы даже поехали куда-то там на север, сыграли, привезли оленины, какой-то там муксуна, приехали домой. И мне говорят, ну придите там в ЦИДЛ, посмотрите, как она там играет, все. И я прихожу в полном серьезе, что я помогла, что она попросила и выручила. Прихожу в гримерку, и вдруг она говорит, она увидела меня как-то из каких-то глазах, не такие, что, а, Марина, здравствуй, молодец. Она, ну это не лучшая моя роль, вот посмотри, там я играю в другом, это не самая лучшая моя роль. Вдруг я вижу, что она ничего не знает, ее просто заменять хотят, заменили. Я говорю, так, Наталья Леонидовна, все, я не играю, я ничего не смотрю. И я ушла, все. Хотя там был какой-то тур на 10 спектаклей, я не знаю, кто поехал, ее она, потому что ее надо было возить на коляске. Ну такую величину, ну возили бы, и в итоге они ее возили на коляске, потому что я не поехала. Они хотели облегчить себе жизнь, ну как-то заменить, поэтому я вот это и ушла. Хотя огромный труд, я потратила время, выучила это, от чего там отказалась. Но поскольку это такая история, что я не могу так. Ты очень достойный поступок, спасибо, что вы рассказали. И спасибо, что вы по моей просьбе принесли артефакты. Что это такое? Это вот, кто это? Это просто, ну просто из детства, то что 50 лет... Это ваши детские... Это детские, это где-то лет 10 было, мы переписывались, ну может быть 12, ну вот лет 50 этим куколкам. Мы переписывались с немками, с чешками, и вот чешка Рената из города Пельзень прислала мне вот этих куколок. Это просто воспоминание о солнечном детстве, каких-то таких надежд. Об обмен на что-то? Да, я тоже что-то отправляла из Сибири, я не помню, я думаю, что же я это отправляла. Ну там тоже было полно сувениров, я тоже что-то достойное, видимо, отправила, какие-то посылочки друг к другу слали. Олененко мне прислал какой-то деревянный, какой-то там лес такой вырезанный, какой-то там стоит олененок такой с домиком. Ну где-то он, по-моему, не сохранился, где-то сломался. А вот эти остались куколки. И что у нас в этой загадочной, да, белой коробочке, что это такое? Это очень дорогой подарок, ему тоже лет 30, наверное, а то и больше. Это пудра, осторожненько там, чтобы, не дай бог, там она там не упала, не высыпалась. И вот она там, я храню ее как реликвию и как подарок от великого режиссера, мастера, который был в моей жизни. Мне очень повезло, потому что можно проработать всю жизнь и не встретить режиссера своего, который тебе много дал, который тебе как путевку, который в тебя верил, любил, который брал, давал роли тебе. Вот за то, что просто я есть, просто, я не знаю, думаю, за что? Такой человек, это Борис Александрович Львов-Анохин, знаменитый театральный режиссер, знаменитый критик. Он был в то время живой классик. Он снимал, ставил воительницу с Верой Кузьмичной Васильевой в сатире. Он делал мамуре-холопы в Малом театре, знаменитые спектакли. Он возглавлял театр Станиславского. Вот время такое. И был знаменитым тем, что он дал впервые роль Евгению Леонову, серьезную роль. Роль в спектакле «Антигона» с Елизаветой Нихихихиной. Как и Елизавета Нихихихиной тоже. Она такая маленькая, хрупкая, и что-то не получалось. Он ходил вокруг театра с ней, репетировал, репетировал, и вдруг роль пошла у Елизаветы. И у Евгения Леонова тоже. Он был такой легкий комик. Ну, легкие, комедийные, полосатый рейс, смешные какие-то картины, роли легкие. А вот после этой роли на него посмотрели как на серьезного такого драматического артиста. И он уже сыграл и взрослый сын, и старший сын, и потом и Иванов, и многие, многие, тлен комика, все спектакли. Вот, это вот этот режиссер. Еще Евгений Буркова пригласил, Жору Буркова, Жора. Ну, как, он кто? Георгий Бурков. Для вас тоже, понятно. Вот, и он его пригласил откуда-то из Сибири, из такого талантливого человека. Ему как-то почему-то там нельзя было давать платить зарплату, почему-то, в общем, каким-то. И Борис Александрович ему в пакете выдавал каждый месяц. Он приходил, ну, поддерживал его таким образом. Но это тоже такие большие поступки. И вот он ушел, я 10 лет работала в новом театре, пришла ради этого режиссера. Он брал неизвестные пьесы классиков, зарубежные, наши, которые нигде не ставились. И после него потом во всей стране эти пьесы начали репетировать и ставить в разных спектаклях, в театрах. Вот. И вот он брал на меня роли специально. Думаю, ну, вот за что, что? Вот, ну, просто вот как-то вот, видимо, что-то чувствовал во мне этот талант. И поскольку я тараторю, бывает, скороговорю, ну, мы, он по 7 месяцев по году репетировал спектакли. И потом мне очень приятно, когда знаменитый критик театральный по-юровски писал, что как приятно, когда Марина Яковлева словно на золотую нитку жемчуга вот слова нанизывает. Понимаете? Ну, это дорогого стоит. То есть он долго, он ставил все вплоть до пальчика, все. И спектакли обсуждал их, слушал, сидел у себя в кабинете и на слух, и потом все разбирал. И с каждым днем спектакль все лучше и лучше и лучше. С годами он вот лучше расцветал, потому что уже по свободу все. И костюмы были потрясающие, и музыка, все, ну, вкус, вкус. Вот я наигралась тогда костюмных ролей, потому что я была в школе современной пьесы, думала, ну что, всю жизнь буду современной пьесы играть. А тут пригласили классика, костюмы, кринолины, парики и вот эти слова. В общем, здорово. И вот это Борис Александрович Львов-Анухин подарил мне на какой-то праздник, то ли на 8 марта, в общем, то ли на День театра. И вот я как реликвию храню эту пудру, понс, тогда редкая была. Вот он дарил такие подарки актрисам. Спасибо большое ему. Под финал вам надо сыграть очень непростую роль. Вам надо у нашего чудесного карася, золотой рыбки, дяди Володи, что-нибудь попросить. Золотая рыбка, дорогая. Ведь это у старухи три было желания, да? Золотой рыбки-то она просила, да? Да, у нас не ограничено. Ну, чтобы не оказаться у разбитого карта, ну, можно, говорит, пока есть какой-то анекдот, что можно там вот одним желанием какой-то. А я попрошу, чтобы все были живы, здоровы, любили друг друга, были любимы, радостны и жили долго и счастливо. Грех не присоединиться. Спасибо вам, Марина. Спасибо. 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 Спасибо.